вопрос но вы замужем детей нет а как вы будете реализовывать как мама если вы не замуж не нужно именно воспитывать свою ребенка и не нужно или не нужно работать воспитательницы чего не нужно вам не нужно рожать хватает на работе еще детей уже до устаю от детей да и думаю все и дети это не мое да ну как бы можно и так и так просто человек кому-то должен посвятить свою жизнь и особенно женщина если она иначе не реализуется как личность вот или женщина посвящает людям свою жизнь там духовная практика как наставница развивается или она ребенку своему посвящать свою жизнь потому что ну для женщины развития идет через близкие отношения если у нее нет близких отношений она как фантик без конфетки то есть красивые в ней все хорошо а как бы ну да только вот женщина которая имеет детей ну в отношении вложилась в жизни она может понять о чем я говорю собственно потому что женщина которая этого не делала она даже понять не может потому что ну вот точно так же как мужчина который берет ответственность за семью но ответственность берет он развивается как личность развитие как личности всегда идет только через ответственность через просто счастливую жизнь в анталии развитие как личность не идет так мы под счастливы проводим свои дни там все классно а развитие как личности это зона ответственность и у женщины ответственность должна через личную жизнь и через личные близкие отношения если этих отношений нет по качество человека не меняются в большую сторону, поэтому или вы людям служите или семье служите, кому-то надо служить, если служить некому, тогда жизнь прожита зря. Я повижу вашу природу психофизическую, я вижу, что в прошлой жизни аскетировали, занимались духовной практикой, отреченный образ жизни, наложил свой отпечаток на эту жизнь. В конце прошлой жизни вы сошли с этого пути, поэтому получили женское тело, привязались к женщине и получили женское тело в этой жизни. И вот это сочетание, гремучая смесь, когда у человека сильная склонность к аскетизму и плюс нежелание иметь детей, иметь семью даже, не сильно большое желание, это признак того, что вот так раздваивается ваше сознание. Но мои рекомендации перешагнуть через это, выйти замуж, рожать детей и перешагнуть через это лучше всего, лучше следовать своей природе. Но я знаю таких женщин, которые пошли в сторону отречения, монашеский образ жизни там, ну и тоже нормально. Просто это уже, ну как бы, как-то Анталия с монашеским образом жизни не сочетается. Ну то есть, если с проездом, я тоже, как мне говорит Олег Геннадь, с приездом, я говорю, с проездом. Ну вот я вам ответил, да, на ваш вопрос. Лучше следовать своей природе, выйти замуж, рожать детей, через силу, потом все наладится. Это не то, что вы родили и будете жалеть, вы жалеть не будете. Просто сам, само в эту сторону идти вам трудно, но когда вы уже пришли в эту сторону, то будет легче. Понятно? Или нет? Вам Наталинка сразу на руку вынялась. Да? Да, 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 у вас тоже, да. Да, мне тоже детей не хотелось. И когда вышла замуж в первые полгода с ребенком, я говорю, господи, зачем вообще мне вот это все надо. Ну тоже, да, как бы, качество прорабатывается-то явно. Вот. Поэтому тут уже, да, вам выбирать. И не жалейте, да, сейчас не жалейте, что есть ребенок там. Некоторые, сейчас у меня два сына уже. Я ожирела первое время, то есть мне было тяжело настолько, что, ну... Сейчас нормально, да? Потому что не было знаний, начал искать, знания, все учиться, как бы, да. Для скольных местами сложно, а мы уже как бы не... И так говорится, что лучше следовать своей природе, чем чужой. То есть, потому что идти по чужому пути опасно. Это может привести к нежелательным последствиям. Потому что, когда женщина в возрасте, женщина, она, ну, испытывает счастье за счет своей красоты, молодости. А в возрасте она испытывает счастье за счет того, что она вложилась в людей и близких. И когда у нее есть дети, есть семья, родственники, она в возрасте чувствует себя защищенной, ей хорошо. А если она в молодости всю свою красоту, как бы, растратила на хи-хи-ха-ха, то потом никого нет, к старости она уже никому не нужна, и вот тогда начинается веселая жизнь уже. Поэтому лучше следовать своей природе. А если человек, допустим, женщина отреклась от мира, и она, это, конечно, для женщины не очень благоприятно, отреченный образ жизни вести. В женское тело женщина рождается женщиной для личного счастья, а не для отречения. Если она отреклась от жизни, то она в возрасте будет наставницей, она не пропадет. Но если женщина, вот, ни семью не завела, ни детей, а так, ты все пела, это дело, ну, теперь пойди и попляши. Ну, то есть, в возрасте потом весело будет жить. Я тоже хотела поддержать Анастасию. Вот ты, я с этими женщинами, в унисон. То есть, у меня сейчас двое деток, и я когда в это шла, я прям очень осознанно шла, и шла как на работу. У меня был внутренний голос, что мне хотелось быть как бы тяжело, потому что мне хотелось уйти в личное, вот, ну, в само какого-то совершенства. Но я не в четыре шагу по это, и мне было очень тяжело с первым, со вторым. Вот, но я как-то сейчас чуть-чуть не становится легче, и я хочу сказать, что это стоит того. Это, естественно, такое, ну, прям, работа каждый день, само пожертвование, самоосознание, для чего ты это делаешь. И это совершенно другая жизнь, нежели в одиночку, да? И она тоже интересна, полна, и как бы... Женщина, она так устроена, она вся соткана сама из себя. То есть, она сама себе нравится, сама себя наслаждает, ей особо никто не нужен так в жизни-то, ей так хорошо. Вот, типа того. Но это такая жизнь, она, ну, никакой пользы не приносит. Если женщина ни о ком не заботится, она просто как обертка без конфетки. Жизнь пустая, в ней нет на полностью никакой. Поэтому, обязательно, кто-то должен быть. Иначе... Ютюб отрось. Про отношения с молодым человеком. Угу. У меня была к нему любовь и вера, и он меня бросил. Ну, так должно быть. Мы не могли общаться вообще, тяжело было. Я начала молиться, и примерно за двух годом ситуация, как я поняла, перешла на третью уже стадию. У меня появилась похвость в душе. Да. У меня появилась светлая память к нему. Да. А потом я решила, что эти отношения закончены. Решила переключиться на другого молодого человека. О, правильно, молодец. В тот же день мне написал старому молодому человеку. Ну, так и есть, да. По правилам. Сам захотел со мной пообщаться. Да. И я теперь, не знаю, я ему поставила срок полгода, я тебя жду. Как вы говорили. А он сказал, не надо меня ждать, ничего не будет. И стал меня... Фотографии есть обоих? Ммм? Фотографии есть обоих? Есть, честно. Я не знаю. Я не знаю... Это девушки, которые слушают лекции Олега Геннадьевича. Они могут разобраться с любым парнем. Сейчас будем разбираться обоими. Сейчас мы, короче, сейчас разобрёмся сначала. Она из Хабаровска специально приехала. Так, это первый, Макс. А второго? Второго нет. Это тот первый, да? Да. Любовь и рода, да? Да. Мне второй нужен тоже. Все же в сравнении познаете? Нет, второй тоже. А он уже ухаживает? Он мой начальник. Ну да. Начальник это хорошо. Ну да. Начальник, ну а сколько он старше? На три года. А, ну это немного. А этот на шесть. Как второго зовут? Николай. У него была семья до этого? Нет. Сколько ему лет? 25. Не, ну это значит, что второй лучше. Этот опять свалит. Этого не ждать? Он опять свалит. Просто полгода ещё не прошло. Моя хорошая, он вам несёт плохую судьбу. У него знаете какая природа? Он... У него есть очень сложность большая в близких отношениях. Он сам по себе притягательный человек такой интересный. Да. Но он устает от близких отношений. Он устает. Ему очень трудно взять, брать за кого-то ответственность. Он ещё не скоро женится. А вот второе, он такой... К нему такое спокойное чувство. Не горячее, а спокойное. А тот ведёт себя серьёзно второе. Серьёзно ведёт себя. Вот это то, что надо. Спасибо. Всегда, когда горячее чувство к человеку, это опасное чувство. А спокойное чувство, это везде в этом мире, во всём. Запомните, от этой жизни не надо удовольствия сильно большого искать. В этой жизни главное это защита. Если, допустим, место куда-то приехало жить спокойное, значит хорошо. Не надо искать вот это вот типа... Вот. То же самое, человек встретился спокойно с человеком. Значит, твой человек, если с ним как бы жара, значит это опасно. Спокойное чувство, оно не нравится людям. Людям хочется, как этот вот в мультике в этом... Про царя вот этого, три богатыря-то там царь был. Он говорит, что-то скучно как-то. Ну и самоханская царица появилась и стало весело там. Весь мультик там, весёлая жизнь была. Скучно сначала ему было. Я думаю, ну сейчас начнётся, скучно тебе. Вот. Человеку хочется вот какого-то драйва, да, в жизни вот так, чтобы сердце горело, всё прочее. И это как раз и является очень опасной, опасной вещью, которая потом разрушает жизнь. Поэтому вот сейчас второй случай, наоборот, спокойное чувство, такое основательное. Но скучно девочке как бы. Но надо, надо поверить старшим, что вот это основательное, это лучше, чем вот это вот. Я хочу быть с тобой. Хорошо. Спасибо. Всё. Подарите ему весь мир. Ваш вопрос. Вопрос по поводу детей. Вы сказали, что карма детей прилетает, ну как бы, от родителей. То есть, вот насколько вы сказали, что... От родителей прилетают карма детей. Кто сказал? Я сказал? Когда я это говорил? Сейчас скажу. То есть, детям тоже, ну, как бы, некоторые страдания могут быть от родителей. Да кто сказал? Откуда я это вообще никогда не говорил? Что вы мне это... Я не правильно поняла. Это вы слушали кого-то другого и перепутали. Это был первый день, там, что-то было на этой теме. Я говорил о том, что есть род. И вот у человека, если у человека судьба похожая, он попадает в этот род, чтобы отрабатывать эту карму. Вместе с... Вместе с своими родителями. Но это не значит, что это родители передали карму ребенку. Понятно. Да, да. Это похоже к карме. Похоже к карме. Просто мы похожи. Просто мы сами иногда доставляем страдания своим детям. Ага, вы, то есть, вы причина всех страданий ваших. Я понял. Вот, я хотела спросить. Я понял. Насколько это я это или все-таки это их личная карма? Просто из меня проявляется. Это их личная карма. Через вас проявляется. Если вы не работаете над собой, ваша вина есть. Но это не значит, что они бы без вас прожили лучше. Вот у родителей есть два варианта всего в жизни. Или передать им, детям, их карму, чтобы они мучились. Или передать им милость. Чтобы передать милость, для этого надо ее откуда-то взять. Милость всегда идет от Бога. У человека нет своей милости. Если человек от Бога берет милость, он может передать своим детям. Только сильный человек может помочь своим детям. А в противном случае они будут мучиться по карме. Понятно? Понятно. Но если вам кто-то говорит, что детские травмы туда-сюда. И вы виноваты в этих детских травмах. И ребенок вам говорит, мама, из-за тебя у меня детская травма. То этот человек получил неправильную философию в своем сознании. Эта неправильная философия разрушает отношения. И неправильное представление дает человеку о жизни. Такое, когда человек находит виновного в своей плохой судьбе, дальше ему побеждать свою судьбу уже невозможно. Все. На этом поставлена точка. Потому что первый этап побед над судьбой всегда это ее принятие. Надо сначала согласиться с тем, что это все для меня. А потом дальше ты становишься сильнее уже, когда принимаешь. И начинаешь ее побеждать. Поэтому не надо на себя брать лишнего. Еще часто женщины, они такие, как бы, типа, я во всем виновата. Это женская чисто такая. Особенно это касается близких людей. Я во всем виновата. Ты бог, что ли, что ты во всем виновата? Или кто ты? Ты причина всех причин здесь, в этом мире? Нет, мы с чем-то могли не справиться. Это нормально. Вот меня попросили тоже сделать рекламу. Здесь в Турции будет мужской лагерь. Александр Тимашов и Евгений Койнов. Это мои хорошие знакомые. Я с ними много пересекался в жизни. Евгений Койнов в свое время у меня учился. Вчера ли? Вчера ли? Вчера ли? Вчера ли, Кемер? Вот там будет это проходить. 20-23 апреля. Ну вот если мужчины есть, это для мужчин чисто. Мужчины есть, знакомые. это же еще одно мероприятие 17 20 апреля мужское путешествие по местам силы тоже александр тимошов юрий зуб дзюбач вот такая реклама но кто здесь организатор то кто ну вот подойдите если кто-то мужчина есть знакомый подходите к организатору вот а лекции у меня просьба всем знакомым на турецком языке людям которые говорят пожалуйста прямо начинайте хорошо распространять хорошо это очень важно а там есть сайт вот этот вот из азербайджана они его ведут парит я думаю что это на этом же ресурсе и да и дальше лекции много будет то есть специальная youtube вам свой инстаграм может и не надо создавать но вот с ними если объединяться то есть познакомиться то можно на турецком здесь создать хорошее развитие ситуации ваш вопрос в очках девушка да может для этого надо просто ну надо понять что есть три слоя жизни есть невежественный слой в нем никого воспитать вообще невозможно есть страстный слой в нем нужен отец а есть благостный слой это слой в котором люди социально очень близкие отношения строят и благостном слой есть наставник у человека в жизни есть старшие ну то есть сообщества единомышленников когда есть то можно через это сообщество единомышленников благостном слое развивать ребенка вот ну а вообще конечно сейчас когда идет деградация то так как ну мужская природа она подвижная а женская стабильная поэтому очень много мужчин деградируют и поэтому мужчин очень сложно понять вот допустим нашла себе человека вроде бы хорошие но ответственность брать не может и он сразу раз валил такое может быть этом песне бабок ежик надо как бы потому что это кажется мужчина что за чертовщина ну то есть внешне мужчина а ответственности брать не хочет идет песни поет поговорить хочет замуж не берет значит надо ему сказать прощай ну то есть тратить на такого человека время вот женщины просто не понимают эту вещь что есть зрелые вот допустим если ты зрели ну незрелое яблоко взял да она кислая ты его как ни крути что с ним не делай все равно она незрелая понимать и даже если она полежит она станет зрел но все равно не будет таким как ты бы хотела поэтому не надо тратить время мужчина может созревать год два три пять десять ты не знаешь сколько он на тебе надо сейчас рожать уже и заводить женщине это надо быстрее делать потому что так устроен женское тело поэтому тратить время вот он там поговорить хочет вот встретилась мужчина он полгода потратила на него видишь что как бы плавает человек не может взять ответственность самое лучшее это ему подарить весь мир если он захочет созреть если он любит действительно он через любовь может созреть и потом надо не надо с ним самое главное цацкаться надо потверже с ним если он хочет замуж брать ну хорошо давай поговорим об этом а вот это мусолить эти все философские беседы там о том что вот надо побыть вместе а может быть у нас получится а может не получится вот это вот все как бы это вся чертовщина и надо ну как бы на это клевать если женщина она видит что вот так человек себя ведет то полгодика пообщалась если как бы плывет человек не может брать ответ знать что он не созрел как мужчина вот это самое главное поймите в отличие от женщины женщина для замужества быстро созревает любая женщина а мужчина очень медленно поэтому и разница в возрасте получается чтобы мужчина пока созреет для того чтобы ответственность взять время уходит вот поэтому старше иногда лучше взять и зрелого человека уже выйти замуж чем вот это вот размазня плывет плывет да нет это бред все 12 по пике 12 да не не на ну что вы какой люди сочиняют кит 12 по какие 12 может быть 12 месяцев с этим с дедом морозом должны все пройти первый месяц пришел поговорил с тобой потом второй месяц дойдет ну типа когда-то жизнь там в рыбах как он себя ведет там близнецами пришли мы тут же разные качества за это время это каникул все ездишь там в ресторанку сходишь как обещали там не не надо это все бред полный полгода достаточно пообщалась походила посмотрела или мужчина или чертовщина одно из двух сразу видно или он серьезно ведет ответственности берет а ну конечно потому что если он как бы как это как это маслом по древу там растекается это надо заканчивать но видно же человека или он серьезно настроен ответственно или он такой как бы течет куда-то там что-то у него да может поживем вместе там туда села вот надо сразу единственный способ воспитывать мужчину это дистанция когда дистанцию начинает добиваться как-то развивается а так вот если с ним общаться особенно жить вместе если это вообще тогда все патовая ситуация начала жить привязалась потом не можешь уже отойти а он наглеет вообще не хочет ответственность брать потом начинает в мозге парик типа у тебя характерный такой да я бы если бы там и так далее знаете все вот это вот слушать все вот эту всю муру и потом дальше терять себя женщина когда ну нечестно мужчина себя ведет ответственность не берет она начинает терять себя начинает чувствовать что она не такая ну как бы она свою женскую как бы достоинство теряет свое женщина счастлива и красива только когда ее взяли ответственность когда и штамп она счастлива и красива она чувствует что ее ценят в противном случае она чувствует неустойчивость а как будто ее обманывают и в таких отношениях вот этот человек вас обманул свалил теперь а можно еще еще можно ну нет больше уже нельзя вот если маленький ребеночек вам приходит мама еще можно можно мама еще можно можно мама еще можно а если мужик приходит еще можно как вас зовут а вообще не еще можно нельзя потому что это уже не ребенок это мужик и с ним надо строго серьезно и из этих писать учитесь с мужчиной вести себя серьезно и тогда вы получите серьезность взамен а если вот так вот то тогда такой же результат да а я я и 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 а кем работаете ну не астарологом нормальная специальность если лекции слушала ли Геннадьевич то у меня про я предписываю у меня клиенты уже точно знают что у меня про лишательство на определенном человеке и у меня есть определенные прописывания лекции тратуновая отлично отлично у меня есть подборка специальная астролог это человек который как наставник он через события жизни дает человеку направленность как ему жить астролог это не тот человек который пугает кого-то и предсказывать да если вы даете человеку инструкцию как жить что делать методики как развиваться это прекрасная деятельность чем проблем я несу людям добро что это вообще не по меня потому что я совершенно другой профессии я оказываюсь на занятиях потом еще и вот еще у меня еще шесть школ помимо этого было я очень много учусь у меня голова уже квадратная от всего от этого и вот знаете только уже запугивание идет меня учителей учителя запугивают меня что так что у меня нет что у меня нет у меня нет и в итоге мне уже так тишину меня вообще все напрягает мне буквально сегодня я чувствую что она на грани с убийством и это практически каждый день я от этого видимо устраиваю но не берите слишком много там берите стек вы можете потянуть что касается дикшит все прочее то не надо придавать этому слишком много значения есть дикшит духовная духовная инициация нужна в жизни а астрологическая все зависит от того что вы хотите вот у меня нет астрологической инициации я в людям все равно помогают правильно я помогаю же люди нужно просто человеку вот желать заботиться о людях изучать как правильно это делать и все и идти своим путем как бы иногда это хорошо инициация иногда просто ну старайтесь придерживаться правил добросердечия ну то есть вот что надо человеку сказать то есть скажите а не то что надо обязательно по законам каким-то прописано вот так сказать надо так сказать а по-другому уже нельзя сказать вот смотрите на человека и говорите то что им поможет вот и вся дикшит у вас блок такой стоит я вам сейчас объясню есть путь сердца а есть путь знания надо идти путем сердца знания можно прилагать к нему вы вас просто тянут путь знания чтобы побольше напичкать вас еще а вам надо хочется реализовываться более такой простой такой вырабатывать практическое мышление вот и занимаетесь и так уже много напичкали себе в голову всего этого хватит уже все теперь начинайте развиваться как специалист и знаете что они против астрологов я против астрономов которые ну там что-то увидели какие-то планеты а толком не понимают как как это работает